Музыка 26 апреля исполнилось 38 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. И как всегда в этот день у скромного памятника чернобыльцам собираются ликвидаторы аварии. Они возлагают цветы, отдавая дань памяти ушедшим товарищам, и вспоминают всех, кто защитил мир от распространения радиации ценой своей жизни или здоровья. Традиционно 26 апреля к памятнику чернобыльцам возлагается венок от Висагинского самоуправления. И сегодня память жертв Чернобыльской аварии почтил мэр Эрландос Галагус и директор администрации Виргиния Сандрис-Букалскос. С этой ситуацией на симуляторе мы справлялись. Но, как Виктор Николаевич сказал, у нас, во-первых, были уже учтены определенные физические недочеты, которые были там. И у нас не было столько много других обстоятельств, которые тоже сложились там. И нам повезло. Повезло, что благодаря тем людям, которые перенесли на себе вот эту аварию, благодаря тому опыту мы подучились, коррекции были внесены и так далее. И мы смогли проработать столько времени без каких-либо серьезных аварий, смогли учесть те недочеты. И, конечно, большая благодарность тем, которые вынесли всю эту трагедию, которые ликвидировали последствия. И мы сейчас можем жить и работать под чистым небом. Совсем недавно еще был в Славутиче, когда смотришь на Припять. Наверное, никому здесь не секрет, что Славутича вообще не было в то время. Была Припять. И к чему это привело, что весь город, ну, просто в лесу стоит, ничего не осталось. И насколько это важно, вкладывать науку, вкладывать культуру безопасности, в обучение людей, что у нас было сделано. Спасибо вам. На встречу с чернобыльцами прибыл и бывший генеральный директор Игнолинской АЭС Виктор Шевалдин. Он активно участвует в совместных мероприятиях ветеранов ИАЭС и чернобыльцев, и 26 апреля вместе со всеми вспоминал трагические события 38-летней давности. В 1986 году и в последующие годы сотни висагинцев стали ликвидаторами чернобыльской катастрофы. Но с каждым годом редеют их ряды. Ликвидатор аварии Любовь Останина, которая почти год работала крановщицей на сооружении 40-фага 4-го блока, одна из самых активных членов общества Чернобыль. По ее словам, сегодня в обществе состоит 30 человек, а еще год назад их было 42. Кто-то из прежних членов общества не смог прийти к памятнику по состоянию здоровья, а кто-то ушел из жизни. 26 апреля, в день памяти жертв чернобыльской катастрофы, исполнилось 9 дней со дня смерти основателя и первого председателя висагинского общества Чернобыль Владимира Кузнецова, который в свое время рассказал в одной из наших программ о том, почему произошла авария на ЧАЭС. Сегодня об этом говорил и Виктор Шевалдин. Авария на Чернобыльской АЭС произошла не в процессе нормальной эксплуатации по производству электроэнергии, когда блоки работают стабильно, персонал обучен, знает, что делать. Она произошла в момент останова 4-го блока на ремонт, и в этот день они решили выполнить программу измерения выбега турбины с целью оценить, на сколько секунд или минут хватит электроэнергии, вырабатываемую на выбегающем генераторе для обеспечения питания собственных нужд. Казалось бы, безобидная программа, но до этого столько предшествовало событий по разгрузке, по останову блоку, по повторному его запуску, что реактор был доведен до такого состояния, что его остановить безопасно уже стало невозможно. То есть руководитель программ должен был прекратить и не начинать эту программу, остановить блок, расхолодить и начать ремонтную кампанию. Конечно, после таких грубых нарушений уже со стороны оперативного персонала, я считаю, даже больше руководство этой программой, он ведь сидел на Бищево, он руководил, зам главного инженера по эксплуатации. Я сам потом работал на этой должности, знаю, что такая ответственность, и сам участвовал в пусках, остановах, блоках, как ответственный дежурный. Он должен был прежде всего... А почему он этого не сделал, как вы думаете? А у него упрямство, надо выполнить программу. Задание есть выполнить, надо выполнить. Она казалась легкой, простой, но в том состоянии реактора, о нем все забыли. Как повлияла авария на Чернобыльской АЭС, на нашу станцию? Конечно, она повлияла на многие станции. С одной стороны, конечно, было принято решение выполнить первоочередные мероприятия на всех АЭС РБМК, провести определенные ужесточения и уточнения в технологических регламентах. Но в целом была в советское время принята программа, что эти блоки безопасны и могут работать, если выполнить вот эти постчернобыльские мероприятия. Члены Висагинского общества «Чернобыль» держатся вместе, помогая друг другу. Мало кого из них пощадила радиация, которой они подверглись, выполняя свой профессиональный и гражданский долг перед человечеством. Низкий поклон всем ликвидаторам чернобыльской катастрофы и вечная память ушедшим. Пожелаем нашим висагинским ликвидаторам аварии НИЧАЭС здоровья и долгих лет жизни!